Вот иду и вот так вот щупаю дорогу. Без посторонней помощи 89-летней пенсионерке не обойтись. Груда снега при первых заморозках превратилась в 30-сантиметровую колею. Во дворе дома на молодежной не пройти, не проехать. Центральные магистрали почищены, дворы далеко не все. Вот 77-й дом напротив, там смотрю, снег с крыш через день, через два. Как только на место, так у нас же чистят. А у нас даже двор не могут почистить. Ту сторону чистят, здесь смотрите, какая-то организация, магазины. Но они могли бы тоже ведь как-то объединиться, да, и почистить свою сторону. С нашей стороны вообще тут не чистится. Мы связались с управляющей компанией, обслуживающей дома. Однако мастера на месте не оказалось. По телефону пояснили, что она на выезде. А между тем на некачественную уборку дворов жалуются по всему городу. К примеру, жильцы многоэтажки до Попова. Подчистил трактор двор. Бабушка пошла гулять с внуком. Это как? Вход на детскую площадку. Жительница дома на Попова, 56, Анна Гавриленко попыталась заставить коммунальщиков тщательно почистить двор, но не смогла. Трактор чистят только здесь. У подъезда отказываются чистить. Ну что, трактору было тяжело эти полметра зацепить. В местном ЖЭУ пояснили, что уборку произвели своевременно, но торопились, старались очистить как можно больше дворов в короткие сроки. Буквально на следующий день наступало резкое похолодание. Поэтому задача стояла прочистить проезжие части максимально больше. Все остальные уборки будут производиться в последующее время. В частности, в доме номер 56 по улице Попова была вычищена проезжая часть. Были досконально вычищены парковки там, где не стояло машин. Там, где стояло машины, естественно, мы их не убирали. Прошла снегоуборочная техника. От знака они убрали. Тротуар у нас отсутствует. Въезд у меня запечатан. Проезжие части прочищены, зато въезды и выезды из дома заблокированы. Привычная картина после обильных снегопадов в городе. Причем жители Барнаула страдают не только от снежного плена, но и от гололеда. За первые пять дней января свыше 200 человек пострадали на дорогах и тротуарах города. В междворовых проездах поскользнулись почти 90 человек. Около 70 травмировались непосредственно во дворах. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком.